Спасибо. Приветствую всех участников. Вопрос действительно правильный. Вектор был в какое-то время смещен в сторону малой гидроэнергетики, и она действительно развивается. Развивается каждый год примерно на 1%, увеличивая свою мощность. При этом, должен сказать, что крупная гидроэнергетика развивается в три раза быстрее. Ну и в общем объеме мощностей крупная гидроэнергетика – это 94% всей гидроэнергетики. И по оценке Международного энергетического агентства эта тенденция сохранится, малый ГЭС будет развиваться, но это не изменит существенную ситуацию с точки зрения такого массового строительства малых ГЭС. Потому что, как правило, конечно, наиболее эффективные створы, эффективные проекты, которые используют государства, они используют те, которые наиболее мощные. Там, где необходимо встроить, допустим, местную локальную генерацию, там действительно рассматривают очень часто. Это из-за трудностей проведения линии электропередач или каких-то других проблем, рассматривают способы ставить локальную генерацию, в том числе и малый ГЭС. Но что такое малый ГЭС? Ну, в общем, еще один такой важный аспект. Малый ГЭС, как правило, на 90% мощностью, скажем, до 10 мегаватт. Мы посмотрели 10 тысяч объектов, построенных в последнее время, и вот говорит о том, что на 90, на 80% ГЭС мощностью меньше 10 мегаватт строится за счет инвестора. И наоборот, те станции, которые причисляются с мощностью десятки мегаватт, сотни мегаватт, гигаватт, там 80% этих активов принадлежит, они являются, по сути дела, государственной собственностью. Построить крупную станцию, а в этом сейчас как раз заинтересованы государства мира, особенно там, я не знаю, развитые государства. Это, как правило, будет развиваться крупной генерацией. И жалко, что мы не строим малый ГЭС в Приморье. Я просто толкаюсь от событий этого лет. Меня там очень многие спрашивают, особенно когда знали, что мы снимаем. Ну, в Приморье большой потенциал, то есть большой, неиспользованный потенциал. И нужно, наверное, тоже сказать, что он и не очень хорошо исследован, но с точки зрения развития и крупной, и малой генерации, это отличная площадка. И самое главное, что это та территория, где идет сейчас ускоренное развитие, где нужно получать дополнительную электроэнергию. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что место и малой гидроэнергетики тоже найдется для пристроительства в нашей стране. Но общие данные по миру я вот сейчас вам озвучу.